Всем привет! Сегодня с вами поговорим о такой необходимой вещи на макете, как фонари. Также я вам покажу бассейн с подсветкой, старый заброшенный автомобиль, как вы просили. В общем, всё будет в этом видосе. А также расскажу, где и что можно приобрести. Итак, начнём по порядку. Фонари. В общем, были у меня фонари сделаны из железочки, так сказать, и гирлянды, прицепленные к ней. Ну, вроде выглядело неплохо, но я хотел всё-таки улучшать свой макет, а не оставлять как есть. И в итоге были заказаны вот такие вот фонари. Вот они выглядят так. Масштаб у них 1 к 50 идёт, но они довольно неплохо встали на моём макете. Они, кстати, телескопические, их можно вот так ещё двигать. В общем, здесь даже есть вот такая вот типа имитация, так сказать, основания, да, столба. Но в моём случае она не понадобилась. Итак, а также к этому всему набору, к этим фонарям, я прикупил вот такую вот штуку. Адаптер называется. Стоит, сразу скажу, в районе 1000 рублей. Идёт вот так вот в комплекте. В общем, я всё купил с кнопочкой тут, думаю, в розеточку вставляется. Короче, тут ещё переходнички вот всякие идут, чтобы типа фонарики наши подсоединять. В общем, всё тип-топ будет, да. В общем, вот так вот она выглядит. Может, кому нужны характеристики, вот здесь где-то есть они. Сейчас. Нет. Вот. Нет, и это не то. В общем, по-моему, только на самом адаптере. Вот на этом есть характеристики. Вот, можете ознакомиться и подсказать мне. В общем, у меня что случилось? Я, в общем, всё это дело подключил. Подключил фонари. Один сначала фонарь подключил. Ничего сложного нет в подключении. Мы берём вот эту штуковину, так сказать, да. Ну, переходничок. В общем, втыкаем его сюда, соответственно. Вот, есть дырочки здесь много. А с этой стороны клипсами прикрепляем фонарь. В общем, такое, типа, соединение проводов есть, клипсы. Очень удобные они мне очень понравились. У нас, кстати, их не продают, а только на Алишке их можно заказать. В общем, подсоединяем. И в итоге что? Бах! Один у меня фонарь сгорел. Я подключаю второй. Бах! И он тоже у меня сгорел. Короче, пять фонарей я так сжёг. Я так и не понял, почему, из-за чего это произошло. Знающие люди, напишите мне, пожалуйста, что ещё надо к этому всему докупать. Какой-то, я читал, как бы, загугливал, да, какой-то резистор, по-моему, надо ставить. Но куда его ставить? Если на картинке, да, когда покупаете вот этот адаптер, прям нарисовано. В общем, включаем сюда вот эту всю систему, и у вас фонари светятся. У меня они все сгорели. Вот пять штук сгорело фонарей. Хорошо, я заказывал двадцать, в итоге пять выкинул, а пятнадцать установил на макет. И подсоединил я их с помощью просто адаптера, ну, для батареек. В общем, от батареек всё это дело очень хорошо работает. Три пальчика в батарейке, и у вас светятся фонари. Кстати, фонари у меня трёхвольтовые, по-моему, так они. Здесь светодиод у нас трёхвольтовый. Вот, может, кто знает, что ещё к этому всему надо докупить. Я вообще так и не понял, почему у меня всё это сгорело. Ладно, давайте покажу вам, что у меня получилось, и пойдём дальше. По сути, установка фонарей ничего сложного не представляет из себя. Я просверлил дырки, вставил их и вклеил на клей-момент. Светят они, в общем, белым цветом. Меня это вполне устраивает, потому что, в принципе, в современных сейчас городах везде меняют фонари на более такие, ну, светодиодные, которые светят белым цветом. В принципе, нормально смотрится. Ночью город стал тоже поинтереснее смотреться. Тёмные участки, кстати, стали такие довольно светлые, как и должны быть. Конечно же, будут добавляться обязательно фонари ещё. Будут добавляться на парковке, будут добавляться возле магнита. В общем, где это будет возможно, я буду добавлять такие фонари. Купил я их на Алиэкспресс. Стоят они в районе 250 рублей, по крайней мере, я покупал. Ссылку, если что, я на продавца оставлю в описании. Ну что ж, давайте теперь покажу вам бассейн. Бассейн залит эпоксидкой. Посадил сюда девушку, в общем, и сделал освещение бассейна. Это была у меня такая гирлянда на металлической... Ну, такая у нас металлические провода идут и маленькие светодиодики. Просверлил дырочки, в общем, вклеил также, наклеим момент, гель, гель-момент, в общем, и залил эпоксидкой. В итоге получилось не очень много, но, тем не менее, всё равно бассейн заполнен. Ну и вот он, собственно говоря, сам адаптер, да, с тремя пальчиковыми батарейками. Здесь мы, кнопка у нас включения есть, включаем, и фонари у нас зажглись. И вот она, клипсы, про которые я говорил. Очень классная вещь, прям очень легко, чик-чик, делаешь и всё. Соединение проводов сейчас тоже покажу вам. Здесь я соединил вот такими вот крепежами. Это у меня крепежи, ну, можно их купить в обычном строительном магазине под отвертку плоскую. Закручиваете, вставляете, как бы, провода и всё. Здесь идёт к следующему. По два фонаря я закреплял, соответственно, и всё у нас работает. Вот три штуки таких я использовал, а остальные вот эти клипсы. Их пять штук, по-моему, в комплекте шло, но я хочу ещё заказать. Очень удобно с ними работать. Также убрал я отсюда отбойник и сделал обочину. Вот так это выглядит. Тоже, я думаю, более цивильно смотрится. Ну, она небольшая, расширить я её не мог, соответственно. Но, тем не менее, ну, что получилось, то получилось. Но я думаю, что так намного лучше. Ну, а теперь давайте покажу вам старый заброшенный автомобиль. И вот он. Это получилась у меня окошко. Вот так вот она выглядит. На спущенных колёсах, если обратите внимание, видно. Очень грязная. В листве, соответственно. Даже сломано зеркало. Так вот вид сверху у неё. Ну, в принципе, мне нравится, как получилось. Не могу вам так сильно близко показать. Вот. В принципе, листва. Это прям настоящие листва. Сделано через ситечко. И получилось тоже очень неплохо. Ну, и ещё вот с этого края. Пишите своё мнение в комментариях, как он. Такой старый заброшенный автомобиль. А то много меня просили. В общем, сделал окошку. Почему окошку? Сломаны колёса у неё были. И вот здесь она стояла, когда я красил. Она, короче, вот этот бок у неё покрасился. Немножечко вот видите, серый. Это краска от баллончика, когда красил дорогу. А, ещё что я изменил. Здесь я поменял асфальт. У меня была до этого вот такая вот грубая. Это значит у нас P24. Ну, 24-е, в общем, зерно. Очень крупное. Прям, не знаю, гигантское. Я поменял на P40. Оно более подходит на новый асфальт. В общем, смотрится вот так вот. Не стал пока заказывать имитацию асфальта сюда. А уже на новой, наверное, части макета буду заказывать что-то из этого. Ну, более такой детализированной, так сказать. Так же я решил не отказываться от вот такого серого пенопласта, потому что с ним очень удобно работать. Даже рельеф какой-то делать на нём вот очень удобно, нежели прям сразу делать на USB-плиту. Ну, и, соответственно, вот здесь соединение у меня получится попроще сделать. Это у меня, значит, 2 сантиметра считается. Это, по-моему, двадцатка, да, вот так он называется. Стоит в районе 115 рублей, что ли. В общем, размер у него, ну, не знаю, метр двадцать, наверное. На сколько? На сантиметров семьдесят. Ещё, так сказать, из обновок, как вы и просили, клумба возле магнита появилась. Вот так вот она выглядит. И с этим делом у меня есть вопрос. Вот, кстати, говорят, здесь вот мало места для разворота. Я померил вообще, получается нормально. У меня возле дома разворачивается магнит ещё меньше, чем здесь. Поэтому, как бы, ну, сделал так. Так, и у меня вопрос. Вот смотрите, тоже присматриваю сейчас, по сторонам смотрю. В общем, пешеходный переход и вроде как въезд, да. По сути, нельзя въезжать через пешеходный переход. Обычно вот здесь вот, как бы, вот отсюда они. Ну, немножечко пересекают, как бы, получается. И вот здесь вот не должен быть бордюр. Вот не знаю, убрать отсюда бордюр или оставить так. Всё-таки у меня же так макет вроде не по-настоящему в жизни. Напишите комментарий. Оставляю так или немножечко там наполовину его убираю. Очень важно ваше мнение. Ну, вот так вот ещё вам сверху покажу. Ну, фонари, конечно, шикарно смотрятся. Очень мне нравятся. Намного лучше. И, как бы, недорого. Некоторых персонажей из своего города я решил приклеить на гель момент. Они, потому что из алюминия идут. В общем, падают вот так вот, коцаются. В общем, всё приклеено. Теперь будет стоять. Ну, при желании его можно, конечно, снять. В общем, здесь закончил композицию. Ну, тоже здесь, может, чувак, это поменяется. Пока так. Ну, что, эту часть макета практически доделал. Ну, как бы, ещё всё равно доделаю. И совсем скоро уже начну строить вторую часть. Пока размечаю, что да как, где будет. В принципе, вот такое вот видео. Надеюсь, вам понравилось. Тогда ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите вот про эту странную штуковину. Адаптер, да? В общем, всё. С вас лайкос. С меня видос. Всем, короче, до свидос.